Только начинаем воду спускать, все плывет, вся гидроизоляция уплывает. Вода на полу, плесень на стенах, на потолок лучше не смотреть. Деревянные перекрытия совсем прогнили. Жильцы попытались скрыть их за пластиковыми панелями. Но и они не выдержали и рухнули. В таких условиях вынуждены мыть посуду и стирать вещи почти два десятка человек. Люди говорят, другого варианта просто нет. Там когда стирает, там столько четыре стиральные машины. И все бежит, там щели кругом, и все на нас, на голову грязная вода бежит. Ну страшно, но убегать будем. А что делать? Жить-то надо. Этому дому на улице Озерной ни много ни мало, 68 лет. Невооруженным глазом видно, за это время здание стало ветхим. Проходя по коридору, жильцы то и дело смотрят под ноги. Есть риск провалиться. Такие случаи, говорят, уже были. Вот я жил на втором этаже, потом потолок там обвалился. Меня заселили вот сюда, в этот дом, в эту квартиру. А там уже пол перекладывал, ну часть, потому что уже начал проваливаться. Почти у каждой квартиры в полу есть вот такие вот деревянные люки. Но если их открыть, картина, конечно, ужасающая. Масса просто застоявшейся воды, много паутины, ржавые трубы канализации и запах, конечно, отсюда неприятный. Зловоние и в квартирах. Жить в таких условиях, говорят люди, уже просто невыносимо. В 2017 году у них появилась надежда. Дом признали аварийным и должны были вот-вот расселить. Но планы быстро поменялись. Чиновники отложили переезд на 2030 год. Со своей бедой жильцы обратились в прокуратуру. И сейчас, кажется, дело снова сдвинулось с мертвой точки. Специалисты обследовали дом и пришли к выводу, что расселить его нужно немедленно. Прокуратура железнодорожного района с участием специалиста службы строительного надзора и жилищного контроля края проведен осмотр дома, в ходе которого выявлены следы разрушения на стенах, прогибы перекрытий, износ части конструкции. В целях защиты прав жильцов дома прокуратура направила в суд иск о возложении на муниципалитет обязанности изменить срок расселения многоквартирного жилого дома на 2021 год. Но в администрации расселять людей не спешат. В мэрии говорят, решения суда еще нет. Поэтому пока планы прежние. Переехать люди смогут только через 9 лет. Если будет из чего. Екатерина Любим, Денис Тимошенко, Енисей. Новости.